МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И Екатерина Мазуряк. Смотрите сегодня в программе. Нашли друг друга. Водитель автомобиля ГАЗ, движущийся по маршруту номер 71, совершил столкновение с движущей перед транспортно-средственной машиной Митсубиси, после чего машину ГАЗ выбросил на полосу встречного движения. Ямы на дорогах, хамство водителей или переменчивая погода. Кого винить в ДТП? Синтетическая игла. Причем синтетические наркотики намного опаснее, чем наркотики растительного происхождения. К чему приведет и чем обернется увлечение спайсом и курительными смесями? Одеяло убежало, улетела простыня. Объяснить ребенку, что надо мыться, что надо что-то исполнять. Ведь история именно про это, как заставить, играя ребенка, выполнить элементарную вещь, ну, каждодневную. Специально ко дню рождения Корнея Ивановича Чуковского Ульяновский театр «Кукол» приготовил премьеру. Спектакль «Мой да дыр». Вновь начинаем выпуск с дорожной хроники. Она все больше походит на сводки из района боевых действий с перечислением погибших и раненых. На недавнем заседании Госсовета в Ярославле президент Путин заострил внимание на главных проблемах в обеспечении безопасности дорожного движения. От компетенции водителей до состояния дорожного полотна. Ульяновск подтверждает это каждый день. Утро 23 марта, улица Урицкого. После ночного снегопада на дорогах все смешалось. Густой слой снежной каши спрятал глубокие ямы. Их местоположение даже опытные водители-маршрутчики не угадывают и боятся. Ведь эти разломы с ужасающей регулярностью мелькают в трагических сводках, как причины ДТП. В очередной раз всплыли больные вопросы. До коли? Когда отремонтируют дороги? Зимой, весной, летом? И какого года, наконец? Почему очередной снегопад застал город врасплох? Сожгли Масленицу и ждали тепла? Подробности у Артема Петрова. Утром 23 марта добраться до работы или учебы вовремя смогли далеко не все, кто двигался на личном или общественном транспорте по улице Урицкого. В 8.50 движение на этом участке в прямом смысле слова остановилось. Как оказалось, две маршрутки, практически до отказа набитые пассажирами, нашли друг друга, тем самым парализовав движение. Водитель автомашины ГАЗ, движущийся по маршруту номер 71, совершил столкновение с движущейся впереди транспортно-средством автомашины Митсубиси, после чего автомашину ГАЗ выбросил на полосу встречного движения, где он совершил столкновение с движущейся в астричном направлении автомашины Вуидор. В результате дорожного происшествия пострадало 11 человек. По словам очевидцев, от удара непристегнутые, как водятся, пассажиры маршрутных такси буквально вылетели со своих кресел, благо медики подоспели вовремя. Состояние пациентов, обратившихся за медицинской помощью в результате ДТП на Урицкого, оценивается как легкой, средней степени тяжести. В оказании медицинской помощи было задействовано три бригады скорой медицинской помощи. Всего за медицинской помощью обратилось 12 человек. Из них 11 на месте ДТП и один из дома. По результатам осмотра пострадавших принято решение о госпитализации трех женщин в нейрохирургическое отделение Центра специализированных видов медицинской помощи. Их состояние стабильное и оценивается как средне-тяжелое. Остальные пострадавшие после осмотра отпущены домой в связи с отсутствием показаний для госпитализации. Для ликвидации последствий ДТП, помимо сотрудников госавтоинспекции, на место аварии прибыли пожарно-спасательные расчеты и несколько бригад скорой медицинской помощи. Всего 30 человек личного состава и 9 единиц техники. Что стало причиной происшествия? Агрессивная манера вождения маршрутчиков, снежные завесы и, как следствие, практически нулевая видимость дороги. Обстоятельства предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Инвест-привлекательность регионов в СМИ оценят индексом. Агентство стратегических инициатив и компания «Медиалогия» теперь будут ежемесячно обновлять рейтинг субъектов через вышеназванный индекс. В первую пятерку пилотного февральского выпуска вошли Вологодская область, Москва, Магаданская и Московская области и Пермский край. Ульяновска, как и области в первой пятерке, нет. Что, в принципе, удивительно. Ведь по многим оценкам регион уверенно держится в топе именно из-за поддержки инвесторов самого разного уровня. Крупные международные и российские компании знают и охотно приходят на нашу территорию. Так что, либо некоторые отчеты выдают желаемое за действительное, либо рейтинги составлены с элементом лукавства. Реальность покажет. Индекс создан для того, чтобы мотивировать региональные власти и СМИ к публичному освещению деловых инициатив и достижений, которые происходят на местах для улучшения инвест-климата. Нам важно мотивировать также руководителей и специалистов, отвечающих за информационную политику регионов. Они в данном случае тоже конкурируют с другими регионами за инвестора. Практика показывает, когда в регионе внедряются льготы, налоговые каникулы, сокращаются барьеры, а широкий бизнес об этом не знает и тем более не пользуется, то предпринимательские настроения приобретают негативную окраску и прямо влияют на показатели национального рейтинга состояния инвест-климата регионов. Другое дело – публичность. Кстати, по рейтингу выполнения майских указов в социальной сфере в феврале 2016 года по оценке медиалогии наш регион вошел в десятку лидеров, заняв пятую строчку. Мы получили 173,71 балла. Для сравнения, занявший лидирующую позицию Дагестан набрал более 440. Ульяновская область практически постоянно попадает в рейтинг исполнения распоряжений президента как регион-лидер, однако сбавлять темпы в связи с этим ни руководство региона, ни руководство областного центра не намерены. Майские указы президента направлены на эффективное и целевое расходование бюджетных средств, развитие предпринимательства, кадрового и культурного потенциала государства, доступность и качество системы здравоохранения, поддержание здорового образа жизни, развитие образования и науки. Несмотря на финансовые и экономические вызовы последних лет, мы не отказались от реализации значимых проектов по развитию города, а наоборот, расширили перечень своих задач. Поэтому от каждого структурного подразделения сегодня требуется приложить максимум усилий для достижения результата. Предвыборная лихорадка, в которой все средства хороши. Примерно такое настроение царит сейчас в небольшой части регионального информационного пространства. Черный пиар – активное поливание грязью конкурентов. Передергивание фактов еще впереди. Пока же работа по колебанию медийного поля в большей мере точечно. Так, например, одно из изданий опубликовало статью, в которой, не называя источников и доказательств, сообщает, в региональной политике грядут перемены. Готовы кандидатуры на врии у губернатора, поскольку стекает срок полномочий Сергея Морозова. Называются конкретные фамилии и имя. Примерно приводится биография возможного кандидата на кресло областного Кормчева. Однако, повторим, источник сведений не разглашается. Вместо этого – отсылка на федеральный центр. На месте нынешней работы преемника на кресло нашему запросу удивились и дали однозначный ответ. Без этого обращения вполне вероятно, что Олег Сафонов, заместитель директора Федеральной службы по контролю за бортом наркотиков, так и не узнал бы, что с легкой руки провинциальных медийщиков он вот-вот займет кресло губернатора одного из павловских регионов. За последние годы смертность от наркомании только в России увеличилась в 15 раз. Показатели, которые приводит статистика, язык не поворачивается назвать даже печальными. Все больше интерес к наркотическим веществам проявляют молодые люди, не достигшие 15 лет. Зависимость от запрещенных веществ превращает человека в настоящего раба, который за очередную дозу готов на все. Последняя пятеретка обернулась для нашей страны новой бедой. Среди молодежи популярность набирают синтетические наркотики, в их числе спайс и курительные смеси. К каким последствиям приводит игла? Как искоренить наркозависимость? Ответы на насущные вопросы искала наша съемочная группа. Наркомания – это эпидемия, которая угрожает генофонду всей нации. Точное описание ситуации, когда наркозависимость ежегодно губит тысячи людей по всей России. Если в 90-х, начале 2000-х особой популярностью среди потевших на иглу пользовались так называемые натуральные наркотики, то проблема последних лет – синтетические, то есть искусственные вещества. Причем синтетические наркотики намного опаснее, чем наркотики растительного происхождения. Хотя отмечается замещение в последнее время на рынке незаконного оборота наркотиков, замещение традиционных наркотиков, таких как марихуана, героин, опий. Замещение как раз наркотиками синтетического происхождения. В 2014 году синтетика погубила не один десяток жизней. Лишь из-за того, что при изготовлении наркотика в одну из партий был добавлен некий элемент, употребив который человек попросту не мог дышать. Возникал судорожный синдром, то есть судороги все тело сокращать все мышцы, и в этом сокращенном состоянии человек не дышит, и он умирает. То есть не от остановки дыхания как такового, не от блокады дыхательного центра, как у опиатов, а от спазма всех мышц, всего тела. Главная опасность – употребление спайса и прочих синтетических веществ привозит к психическим расстройствам. Возбуждение – это неадекватное поведение, галлюцинации и зрительные, слуховые, обонятельные и тактильные, когда, допустим, человек ощущает, что в теле у него что-то шевелится и там двигается. И уже в зависимости от этого и поведение начинает меняться. То есть человек реагирует на эти галлюцинации как на реальные какие-то действия, события, принимает совершенно неадекватные решения и так далее. Напомним, 21 марта в Ульяновске 16-летний подросток выпрыгнул из окна Заволжской многоэтажки. По одной из версий, парень в последние минуты жизни находился под действием запрещенных веществ. Такие сведения, они будут проверены в рамках расследования уголовного дела. Будет дана оценка этому факту тоже, будет установлено. Действительно ли принимались какие-либо наркотические средства перед этим? Где они были приобретены подростками? Все это будет в рамках расследования уголовного дела проверено. В медицине психические заболевания делятся на два типа. В одном случае человек не виноват в психоэмоциональном расстройстве. Второй случай – пресловутая зависимость от наркотических веществ. Люди добровольно сами себя уничтожают с помощью психоактивных веществ и делают себя психически больными людьми. У нас даже закон о психиатрической помощи один – на психиатри, на наркологию. Современные технологии, как ни печально, стали одной из основных причин массового распространения синтетических наркотиков. Активная реклама запрещенных законом веществ через интернет делает свое пагубное дело. Подростки покупают смерть, даже не выходя за порог квартиры. Но и сотрудники госнаркоконтроля не сидят на месте. За 2015 год ФСКН перекрыло 13 каналов поступления синтетики и курительных смесей. Также пресечена деятельность двух ОПГ, которые поставляли наркотические вещества оптовыми партиями на территорию Ульяновской области. За два месяца 2016-го уже выявлено 121 преступление, связанное с незаконным оборотом синтетики. Россия – родина умных людей. Все-таки, я думаю, что восстановится у нас баланс. Будет как можно, минимум будет каких-то наркоманов и алкоголиков. Все-таки, я думаю, что здоровый образ жизни, он более привлекательный. В Ульяновской области ведется серьезная инновационная работа в сфере развития туризма. В числе приоритетных задач – формирование законодательства, создание единых реестров туристических организаций и средств размещения, развитие инфраструктуры, повышение качества сервиса гостеприимства, а также международное сотрудничество. Одним из этапов реализации этой работы стал ряд соглашений, подписанных регионом на международной туристской выставке «Интурмаркет», в число которых вошли соглашения о сотрудничестве между Ульяновской областью и Республикой Чувашия, между Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области и Русско-Азиатским союзом промышленников и предпринимателей. Совместными направлениями работы в рамках подписания соглашений стали Организация всестороннего и эффективного сотрудничества для реализации совместных задач по развитию туристических проектов «Красный маршрут», Музей СССР, а также установление сотрудничества, направленного на развитие сферы туристско-рекреационных услуг. В перспективе привлечения инвестиций в рамках реализации проекта Музея СССР, открытие прямого авиасообщения между Ульяновском и столицей провинции Хунань, городом Чангша, а также проведение туристского проекта «Красный маршрут». Однако специалисты не забывают и о внутренних туристических маршрутах. По туристическим маршрутам, которые сформированы в каждом муниципальном образовании, сейчас идет, и мы об этом как раз говорили с нашими коллегами из муниципалитетов, их упаковка, то есть превращение из просто перечня объектов, которые можно посмотреть, в реальный туристический маршрут, со стоимостью, с местами размещения, питания, остановок и так далее. Поэтому тот туристический ресурс, информационный ресурс, который сейчас делает агентство по туризму, он уже будет обладать таким полноценным информационным ресурсом. Я говорил о том, что мы в течение первого квартала должны завершить формирование отрасли и ее финансовые основы. Второе, мы должны будем с вами определиться по приоритетным проектам, которые способны дать людям принять решение отдыхать в Ульяновской области. Третье, мы должны с вами разработать и предложить нашим землякам, ульяновцам, самые комфортные, самые увлекательные проекты, связанные с летней оздоровительной кампанией. В прошлом году Ульяновск посетило более 400 тысяч человек. Однако активная работа в туристической отрасли позволяет надеяться на увеличение числа туристов. Губернатор поставил новый рубеж – 1 миллион человек. Предпосылки к увеличению есть. Ежегодно туристический поток увеличивается на 20-30%. Самое важное – показать туристам, что они приехали в уникальный уголок нашей страны. Память об архипастере. Два года назад Бренный мир покинул митрополит Симбирский Новоспасский Прокол, стоявший у истоков возрождения православия на земле Ульяновской, он до последнего дня неустанно повторял. Все, чего мы добились, все это – труды всех православных священнослужителей и мирян Симбирской земли. За упокойную панихиду в крипте первого архипастера совершил митрополит Симбирский Новоспасский Анастасий. 25 февраля 1998 года епископ Прокол возведен в сан архиепископа. В 2000-м владыка Прокол удостоен звания почетного гражданина Ульяновской области. 17 июля 2001-го Священный Синод возвратил Ульяновской епархии историческое наименование и утвердил титул ее правящего архиерея Симбирский и Меликеский. А 26 июля 2012-го решением Священного Синода владыке присвоен титул Симбирский и Новоспасский. Он назначен главой новообразованной Симбирской митрополии. 1 августа 2012 года архиепископ Прокол возведен в сан митрополита. Сегодня о своем предшественнике много вспоминал нынешний митрополит Симбирской земли Анастасий. Он отметил, что познакомился с владыкой Проколом четыре десятка лет назад и все это время знал его как хорошего, доброго священника. А сейчас волею Бога продолжает дело, начатое архипасторем. Жизнь человеческая такова, что мы много грешим, много делаем того, что не угодно Господу. И владыка Прокол нуждается в наших молитвах. Но и мы нуждаемся в его молитвенном предстательстве у престола Божьего. Поэтому необходима совместная молитва, чтобы его молитвами Господь помогал нам здесь на земле побеждать врага нашего спасения, помогал нам служить Церкви Христовой, и делать то дело, которое с честью выполнил владыка Прокол, живя на этой симбирской земле. Царство небесное, владыки, о всем вам доброго здоровья и никогда не забывайте его в своих молитвах. С прекращением гонений на церковь стали возрождаться приходы в Симбирске и других городах и селах Ульяновской области. Строятся величественные соборы и небольшие сельские храмы. Возрождаться монашеская жизнь в двух обителях нашего края. Открываться воскресные и катхизические школы для детей и взрослых. Прогнозы погоды всегда сбываются. Правда, не всегда даты и места совпадают. Именно так любят шутить просиноптиков, которые, к слову, занимаются совсем нешуточной работой. Главная цель деятельности Росгидромета – снижение угрозы жизни населения и ущерба экономики страны от погодно-климатических явлений. Каждый год, 23 марта, во всем мире отмечается День работников гидрометеорологической службы. Если бы погода за окном не была бы такой переменчивой, 9 из 10 человек не знали бы, с чего начать разговор. Действительно, люди очень любят обсуждать погоду. А еще о природных катаклизмах слагают песни. Изменения в погоде происходят год от года. Непогода нынче в моде. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. У природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. Дождь, ли снег, любое время года, надо благодарно принимать. А за окном то дождь, то снег, и спать пора, и никак не уснуть. В природе нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. Какой прогноз у нас с тобой, милый? Ты с чем опять проснулся, не владуешь? Скажи мне просто, Господи, помилуй, какую плащ имеешь ты в виду? Главнее всего погода в доме, а все другое – суета, если есть я и ты. А все, что кроме, легко уладить с помощью зонта. А белая зима началась внезапно, вышла и метет. Пусть бегут неуклюжие пешеходы поуже, а вода по асфальту рекой. Сейчас. Что-то там о ветре перемен. Прекрасно, давайте о ветре перемен. Но текст я не помню. Вспомнил. Я все отдам. За продолжение пути оставлю позади свою беспечную свободу. Там-там. А в облаках сокрит луны невинный свет. И в нем перемешались города. И я зову ее несмело. Не потерять бы в серебре ее одну заветную звезду. Тут есть небо, тут есть звезда, тут есть отношение к природе. Погода не очень. Дождись, лякать. Ноги намокли все. Почему она должна испортиться настроение? Это март. Он всегда такой. Главное, чтобы было настроение хорошее. А уже погода, несмотря на нее, чтобы все было хорошо. Зачем? Ну, капает. Ну и что? Почему надо расстраиваться за это? Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда. Ну, не буду дальше петь. Хорошо. Сегодня день синоптика. Буквально вот пару слов пожеланий. Желаю, чтобы наши уважаемые синоптики очень точно предсказывали погоду. Желаем, конечно, счастья, здоровья, хорошей работы, хорошей погоды. В завтной территории области ожидает солнечная погода, без осадков и весеннее настроение. Ульяновский гидрометцентр поздравляет всех работников гидрометслужбы нашей области с международным днем метеорологов. Мы желаем вам счастья. Мы желаем вам счастья, удачи и успехов в работе. А жителям нашей области мы желаем ясного неба, чтобы вас не огорчали ни дожди, ни снегопады, ни метели. Погода – это хорошая вещь. Одеяло убежало, улетела простыня. Продолжить эти строки наверняка сможет каждый. Из-под пера известного детского писателя Корнея Чуковского вышло множество произведений, которые быстро завоевали любовь читателя, а впоследствии стали основами мультфильмов и театральных постановок. Специально ко дню рождения автора Ульяновский театр «Кукол» приготовил премьеру спектакль «Мой дадыр». Одеяло и подушки, утюги, свечки, книжки, мочалки, умывальники и, конечно, самые главные герои – «Мой дадыр» и «Неумытый мальчик». В сказке Чуковского огромное количество персонажей. На сцене театра «Кукол» весь этот реквизит оживает силами всего лишь трех актеров. Благодаря удивительной способности быстро переключаться с одного образа на другой, им удается буквально сродниться с героями. И тем не менее задача сложная. То есть за 35-40 минут мы должны рассказать историю, которая спровоцирует и маленьких, и повзрослее детишек, и родителей, и бабушек, чтобы они поняли, что… Ну вот как объяснить ребенку, что надо мыться, что надо что-то исполнить. История именно про это, как заставить, играя ребенка, выполнить элементарную вещь. Ну, каждый день вот. Вот при помощи игры мы попытаемся рассказать. Сам Чуковский из своего «Мой дадыра» называл нарком здравом. Написанное в 20-е годы произведение носило категоричный характер. Во времена, когда над теми, кто пользуется зубным порошком, посмеивались, а на улице было множество грязных беспризорников, призыв умываться по утрам и вечерам звучал как крик души. Уходи-ка ты домой! Да! Лицо свое умой! Умой! Мой хороший! Мой любимый! Театральная постановка максимально близка к тексту автора. Но режиссер вкладывает свое понимание в диалог крокодила и мальчика. Вместо угрозы «растопчу и проглочу» неуважение грязнули, которое задевает сильнее. Мы решили, что кульминационная сцена, когда крокодил отчитывает мальчика, я думаю, что это отказ от дружбы с таким чумазом. И для мальчика это немало такой же колоссальный трагический момент. Ну, не трагический, а драматический. Друг отказался из-за того, что я грязный. И чтобы спасти дружбу, мальчик умоется. Мыло! 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 Умывался без конца! Смурокс! И чернила! Смуроксом на лице! Произведению «Мой дадыр» без малого сто лет, а смысл его понятен и актуален всегда. Неумытым трубочистам стыд и срам. Премьера спектакля состоится 26 и 27 марта в Ульяновском театре «Кукол». Левушкино студио. Стиль, актуальность, креатив. Здесь открываются новые горизонты парикмахерского искусства. Команда профессионалов, асов своего дела поможет создать идеальный образ на каждый день или запоминающийся для торжественных событий. Постоянное обучение новым методикам окрашивания и техникам стрижек. Тематические дни для любимых клиентов. В Левушкино студио сделают все, чтобы вам хотелось вернуться сюда вновь. Профессиональный уход, актуальный цвет, эффектные стрижки и укладки, а также моделирование и окрашивание бровей, маникюр. Левушкино студио меняет образ и дарит радость. Улица Пушкинская, 4А, телефон 70-09-49. 17 апреля на сцене филармонии проект исполнителей авторской песни «Бард-вагон». Город Москва представляет новую программу «Песни бардов» из советского кино. Любимые песни из кинофильмов «Белое солнце пустыни», «Бумбараж», «12 стульев», «Москва слезам не верит», «Вертикаль», «Белорусский вокзал» и другие любимые композиции. Справки по телефону в Ульяновске 70-09-49. И в завершении выпуска в организацию требуется технический уборщик и администратор. Справки по телефону 8-927-630-4141. И это все на сегодня. Делайте новости вместе с нами. Звоните 30-40-73. Читайте и смотрите. Тройную W. Репортер 73.тв. Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова